В продолжении рассказа о наших замечательных техниках картины хотелось бы рассказать о сравнении нашей компании с другими компаниями. Компаний, которые производят портрет на холосте, на рынке очень много. Поэтому, скорее всего, окончательного решения о пользу нашей компании вы еще не приняли. Поэтому хотелось бы показать честно, не обманывая никого, а честно, наглядно, детально, почему все-таки стоит сделать выбор в пользу нашей компании. Мы нашли компанию, которая занимается так же, как и мы, портретами на холосте и отправили фотографии наших клиентов, которые к нам обратились, для которых мы сделали такой шикарный портрет, он нам просто всем очень нравится. Эти же фотографии мы отправили в компанию, которую нашли в интернете. Мы не искали специально самую плохую компанию, самую ужасную, по самой низкой стоимости. Первое, с чего хотелось бы начать, это художественная работа. Я надеюсь, наглядно очень хорошо видно, насколько кардинально она отличается, скажем, работа художников нашей компании и работа другой компании. Переходим ко второму критерию качественной картины, это печать. На каком принтере был распечатан портрет. Я уже говорил в предыдущем ролике, что у нас самый качественный, самый передовой принтер в стране. Компании, которые работают даже 10 лет, используют более дешевое оборудование, которое используется для печати баннеров на улице. Здесь, я думаю, мы приблизим, покажем вам, насколько печать кардинальным образом отличается. Здесь даже какие-то просветы есть, яркости нет. Но это, скорее всего, какой-нибудь экосорвентный, непрофессиональный принтер. Далее переходим к третьему критерию хорошей качественной картины. Это холст. Какой холст используется для портрета? Здесь компания заявляла о том, что это хлопковый холст, но, к сожалению, не все честно относятся к клиентам, да и к людям в целом. Поэтому здесь это синтетический, низкого качества холст. Холст синтетический, который мы используем в базовом классе, он гораздо более качественный, но, соответственно, дорогой. Не все готовы идти на такие затраты в пользу клиента. Далее переходим к натяжке картины. Можно увидеть, что здесь скобы забиты не по какому-то регламенту. Мастера, скорее всего, как у многих компаний, натяжка иногда происходит на земле, на полу. То есть здесь видно, что никакого, скажем, регламента у компаний по производству, по натяжке нет. Но это, скажем, не самое главное. И здесь мы только что сами заметили, что крепления на этой картине отсутствуют. У нас по умолчанию ко всем картинам идет крепление. На больший разгар идет другое крепление, на маленькие картины идет другое крепление. То есть все регламентировано. У меня сейчас в руках наша картина масла, написанная клиенту, которую скоро должны забрать. И здесь хотелось бы показать нашу натяжку, которая, к счастью, регламентирована стандартом нашего предприятия. Поэтому, скажем, каждая картина, будто базовая, стандарт или премиум, натягивается в соответствии с регламентом. И вот так это все выглядит аккуратно на нашем, скажем, доработанном и совершенственном подрамнике. И крепление для того, чтобы можно было повесить картину. Она достаточно тяжелая, так как она с багетом идет. Далее переходим к самому подрамнику. Здесь подрамник мы можем увидеть, что он просто сбит степлером. Но основная проблема даже не в том, что он, скажем, не по модульной системе шип-паз собран, а проблема в том, что здесь холст провисает, здесь еще такой проблемы не видно, ну, хоть он и не сильно натянут. Но здесь у холста отсутствует система натяжки. То есть, будь то через 5 лет, через 10 лет, этот холст провиснет, и, скажем, возможности натянуть его нет. Конечно же, это более дешевый вариант сборки подрамников, но, скажем, это непонятно годится. Очень хочется рассказать о качестве наших подрамников. Во-первых, он собран по модульной системе, это шип-паз, то есть это более надежная система, это не клей, как какие-то компании используют, не просто скобой сбивается подрамник, это система, скажем, долговечная. И, что самое важное, здесь у нас есть клинья, которую мы тоже дорабатывали не один год, и пришли, скажем, к универсальному варианту. Что дает клинья? Если холст начнет провисать, всегда можно легкой рукой, всегда можно его подбить, и картина опять обретет в натянутый состояние. То есть, это две компании, которые работают 10 лет на рынке, у них такой возможности нет. Мы на рынке работаем, трудимся полтора года, но, я думаю, здесь понятно, в чем проблема. То есть, компании, которые работают 10 лет, у них также простой подрамник, легкий в сборе, без возможности натяжки. Ну, и вот здесь абсолютно ужасная натяжка, это штопание просто степлером, без должной натяжки, ну, такое вот отношение к работе. Как руководитель компании, я лично гарантирую качество каждой картины. И хочу сказать спасибо, что досмотрели данное видео до конца.